так еще кое-что нам нужно здесь изменить вот этого доктриновского описания вот это вот мы изменим на вот а вот такое то есть мы скажем что для этой entity у нас есть репозиторий класс репозиторий и находится он блок entity репозиторий юзер репозиторий то есть когда мы будем создавать репозиторий get репозиторий делать то соответственно подключиться и вот этот и мы сможем брать оттуда методы и их использовать и так определенное приготовление мы сделали но тем не менее это еще не все и если мы на текущий момент попытаемся протестировать то получим ошибку давайте посмотрим данную ошибку дабы вы такое предвидели и ну чтобы увидели что какая ошибка может быть и почему она мы разберем далее перейдем наш браузер и нам требуется открыть страничку логин находится она она у нас в индекс контроллере поэтому нужно будет написать индекс индекс и логин логин нажимаем enter получаем следующую ошибку времени выполнения zend нам говорит что у вас helper identity какая-то с ним беда а именно аутентификация сервис нету нету ауты аутентификация сервиса у вас говорит нету эта ошибка у нас выпало так как это у нас helper для вьюхи то соответственно она ошибка у нас появилась в нашем представлении в логин печки когда мы вот здесь попытались получить доступ к данным пользователя злогинен он или нет то есть данная операция она проходит посредством некого провайдера некого адаптера который мы еще не создали соответственно чтобы она хоть как это отработало требуется рассказать данному helper у с чем ему предстоит работать давайте сделаем это так для этого нам потребуется перейти в наш модуль конфиг печь пи нашего модуля ауса и здесь кое-что добавить и так добавляем данный блок блок будет называется out of action далее арм дфаут то есть для урм и по умолчанию класс идентификация это блок идентификация user идентификация это поле наши юзернейм кредентиал property это наше поле юзер паспорт и каким образом когда у нас будет вызываться проверка на аутентификацию каким образом делать эту проверку мы объявим вот здесь кредентиал колей был это у нас будет безыменная функция с двумя параметрами это наш юзер объект данного класса и передается паспорт давайте вспомним где это у нас вызывалось это у нас было юзер репозиторий так как так здесь мы их задали и вызвали аутентификация и соответственно данный аутентификация он будет базироваться вот на этих настройках то есть отработает когда мы аутентификация вызываем отработать как раз вот эта штука первая строчка нам пока не нужна так как у нас пароль он у нас никак не шифруется мы шифровать его будем позже пока мы ее просто за коммитим в будущем мы ее моих потом местами поменяем и здесь у нас проходит проверка то есть каким образом нам проверять пароль который нам дали берем юзеры get user паспорт то есть имя пользователя который у нас записано в базе его пароль и паспорт который к нам пришел то есть не паспорт given просто паспорт да если они идентичны то возвращается true противном случае возвращается false это еще не все это еще не все настройки так переходим модуль php здесь добавляем новый метод модуль php это модуль нашего нашего модула нашего модуль php это файл нашего модуля aus doctrine добавляем следующий метод get service config тоже стандартный метод и здесь мы кое-что определяем создаем factory что такое factory вы тоже я надеюсь знаете если не знаете то почитайте что такое шаблон проектирования фабрики тоже вам станет понятно далее за это утификейшн аутификейшн сервис когда мы будем обращаться к за это утификейшн аутификейшн сервис и передача будет здесь у нас сервис менеджер то на самом деле нам будет возвращен то есть возвращен объект не этот а доктриновский да вот такой подлог у нас получается хитрый мы же доктриновским пользуемся они зэндовским поэтому мы должны возвращать зэндовский ой то есть доктриновский сохраняемся и по идее это все нужные нам настройки должно у нас все сейчас заработать давайте перейдем браузер обновим страничку да все у нас заработало построилась нужная нам форма хотя полей у нас много но у нас вывелись только вот эти два поля кнопочка вход так мы ведь вход писали так где у нас создается форма и так здесь у нас создалась базовая форма и мы внесли изменения в эту базовую форму да мы это не меняли значит это у нас название прописано вот здесь вот юзере вот у нас submit да вот в или вход вход у нас не выполнен и есть ссылочка на регистрацию которая сейчас нас выведет на 404 ошибку так как мы еще не создали данный экшен и так давайте тестировать саму аутентификацию давайте вспомним что у нас есть за пользователь пользователь юзер пароль 123 123 давайте здесь введем юзер 123 123 нажимаем вход не на одном пароль запоминать и так вроде как бы аутентификация у нас прошла вход выполнен давайте этот адрес мы сохраним перейдем на главную страничку сайта и вернемся на прежнюю страничку да у нас все 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 сохранилось и мы это можем лицезреть здесь то есть вот в этой сессии у нас сохраняется сохранена идентификация нашего пользователя и в хелпере либо в в каких-то контроллерах мы можем проверять вошел человек или не вошел например хелпере да мы здесь получили нашего пользователя вот таким вот образом если же мы удалим данную куку обновим страничку то мы окажемся не залогиненными до логинация у нас отменилась на этом видео я заканчиваю и до встречи в следующем видео с вами был дмитрий афанасьев афанасьев афанасьев